Привет! Сегодня подводим итоги месяца по стейкингу NIR протокол. Посмотрим, сколько получилось создать новых монет NIR за прошлый месяц. Также посмотрим на текущий баланс стейкинга. Сколько монет NIR участвует в стейкинге. Все это будет в сегодняшнем видео. Приветствую всех, друзья! Меня зовут Виталий и я продолжаю изучать стейкинг. Продолжаю развивать стейкинг, увеличивать его и делиться своими результатами. И в сегодняшнем видео мы посмотрим на мои месячные результаты. Также напоминаю, что все то, что сегодня будет происходить в видео, происходит на личном кошельке. Это не биржи, не какие-то там площадки. Это все на своем кошельке. Монеты лежат в нашем кошельке и оттуда участвуют в стейкинге. Также напоминаю о своей цели. Это первая отметка, которой я двигаюсь. 250 NIR. Приступаем. На момент записи видео стоимость одного NIR 1 доллар 94 цента. Но в этом месяце у нас были довольно интересные качели. Смотрите, недельный график, но он такой более-менее и вот месячный. Доходили за месяц до 2.72 и опускались до 1.72. И, конечно же, я откупил это дно. Об этом я писал у себя в телеграм-канале. Если вы еще не подписаны, ссылка есть в описании. Вот как немножечко увеличивался мой баланс. Изначально у нас 56 NIR, потом покупка на 15 USDT. Вот у нас уже 62, потом оп, а у нас уже 69, дальше 78 и так дальше. Напоминаю, что я каждую неделю беру крипту на 15 USDT. Не важно какой курс, не важно какая ситуация на рынке. Я по-любому возьму на 15 USDT. И сейчас основной упор делается в сторону NIR, потому что мне надо как минимум 250 NIR. Достигну 250, пойду дальше. Но я буду покупать NIR до тех пор, пока он не дойдет до 10 баксов. Да, сейчас он стоит 1.95, а я буду покупать аж до 10. Да, такая моя стратегия. Я думаю, что 2023 год нам это позволит. Когда я жду рост NIR до 10 баксов. Это в 2024 году. То есть, начиная с середины 2024 и до конца 2025, я считаю, что у нас будет хороший бычий рынок. Именно тогда мы будем разгружаться. До тех пор я только увеличиваю свои позиции. А сейчас давайте посмотрим на их твиттер, что здесь происходит. Команда NIR протокол активнейшие просто, ребята. У них чуть ли не каждый день амассессия. Если не амассессия, то подкасты с разными известными личностями в криптопространстве. Часто устраивают разные турниры. Иногда это от них, от самой команды NIR. Иногда вместе со своими партнерами выделяют разные призовые фонды. И так дальше. То есть, активность просто нереальная. Смотрите, как долго я листаю, а мы дошли только до 13 марта. И тут каждый день у них посещают разные конференции. То есть, ребята, активнейшая команда. Экосистема NIR протокол развивается очень быстро. Строятся разные игры, разные проекты на сети NIR. То есть, это, конечно же, хорошо. И многие проекты, многие команды доверяют проекту NIR. Ну, а мы будем потихоньку увеличивать свой баланс в таком крутом проекте. А сейчас переходим к результатам по стейкингу. Напоминаю, что стейкаю я на своем личном кошельке. И здесь у нас есть вкладка «Стейкинг». И здесь все данные. И вот смотрим. Предыдущий месяц мы закрывали на отметке 56 NIR. Начался новый месяц. Я каждую неделю немножко докупал. И на сегодняшний день у нас закрываем очередной месяц на отметке 78 NIR. Но по стейкингу у нас получается 0.49 NIR. То есть, полнир за месяц мы получили по стейкингу. Но надо признать, что это был самый короткий месяц к году. Всего 28 дней. То есть, как минимум, здесь двух дней не хватает. Следующий месяц у нас будет по-любому больше. Потому что начинаем мы уже новый месяц с 78 NIR. Будет нормальное количество дней. И я думаю, что следующий месяц мы закроем с показателем где-то 0.6-0.65 NIR за месяц. Моя цель, моя одна из основных целей, это дойти до отметки 10 NIR за месяц по стейкингу. Именно к такому результату я хочу прийти. Но что может измениться? Если NIR дойдет до 10 баксов, я прекращу покупки. Или если не дойдет, значит я буду идти к цели в 10 NIR в месяц. Потому что я считаю проект перспективным. Многие проекты развиваются именно в этой сети. Строят свой бизнес в этой сети. И я поэтому хочу быть держателем большого количества монеты NIR протокол. Потому что хочу быть готовым к следующему бычьему рынку. Он наступит в 2024-2025 году. Ну что ж, ребят, на этом я буду заканчивать. Если у вас остались вопросы, задавайте в комментариях под видео. Ну и конечно же поставьте лайк. Это является самым лучшим мотиватором для меня для создания новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok